Лунтик, Лунтик, пожалуйста, не надо, Лунтик. Ты что, собираешься вылезти через монитор? Мне тебя в игре хватает, чувак, не надо. Ох, как страшно, обосраться вообще. Мы вместе играем, да. В очередной раз мы вместе с этой хитрожопой сволочью играем. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И он, он, Лунтик Икс, взял и снова, снова вернулся. Он прям, прям не устал возвращаться. Все возвращается и возвращается. Он уже возвращается раз, наверное, в 50-е на моем канале. Неутомимый Лунтик. И на этот раз он вернулся не просто так. Раньше он просто там приходил, убивал всех своих друзей и все, и на этом заканчивал. Нет, на сей раз он, по-видимому, решил еще поубивать всех эпилептиков планеты. Потому что он резко появляется и исчезает. Появляется и исчезает. Зачем он это делает, я не знаю. А давайте посмотрим, что нас ждет. Нажимаем старт. Максим Дубина создал эту игру. Это очень хороший знак. Очень многообещающий никнейм. Какого хрен? Вупсень пришел к Пупсенью, чтобы поделиться молоком. Вупсень. Пупсень, будешь молок? И тут пришел Лунтик Икс. Ого. Тоже молочка захотел. Ааа, бежим! Ааа, вааа! Прекрасное начало, просто гениаль. Попробовать снова. Ой, ну хорошо. Ну, раз так, то надо попробовать снова. Раз игра, игрушечка животворящая, вот это вот нам предлагает попробовать снова. Давайте тогда во имя бога Ярила какого-нибудь, я не знаю, какие там есть славянские древние боги. Попробуем снова. Это вообще не Пупсень. Гусеницы окоянные стоят. И никуда не торопятся вообще. Не торопятся. Вас сейчас сзади вот имеет вот этот супостат ушастый. Вам вообще ну это насрать что ли? Я не понимаю. Попробовать снова еще раз. Давайте попробуем снова. Честно говоря, то, что я сейчас увидел, это было довольно ужасающе. Так как я был в образе этого среднестатистического русского крестьянина, или хрен пойми кого, я не смог этого, это выразить, вот это свое удивление. Но вот посмотрите, это же самый настоящий гейский паровозик из двух элементов. И третий элемент, вот этот ушастый наркомана глазастый, очень хочет стать третьим, но ему пока не удалось, потому что он опоздал. Какого хрена? Давайте еще раз попробуем. Я не понимаю, почему они такие тормоза, блин. Ты вот этот Вупсень или Пупсень, кто там актив, кто пассив, кто спереди, кто сзади, я не разобрал. Вот тот из них, который сзади, ты можешь как-то активнее воздействовать, скажем так, на того, кто спереди, чтобы он быстрее бежал. Это выражение истинного блаженства, боже. Эта гусеница достигла рая, понимаете, на земле. Просто это самая высшая точка, это экстремум, экстремум блаженства и благосостояния, которое никогда ему больше в жизни не светит. Благоденствие, мать его. Ну, о, скорее в кусты. Подожди, Вупсень. Тихо. Мне кажется, вам в кусты не надо, вы и так уже хорошенечко друг друга сзади, спереди. Он ушел? Вроде да. Отлично, это круто. Надо всем об этом рассказать. А потом пойти траву жевать. Мы прямо поэты. А, типа надо всем об этом рассказать. Блин. Че за... Тебе надо... Чувак, тебе надо немножко расслабиться. Тебе надо пойти сделать расслабляющий массаж. Прилечь поспать. Слушайте, это взгляд Лунтика, который выпил 15 ведров. Ведров. Боже. Все, ребята. Декарт окончательно деградировал с теми играми. Это еще раз. Дубль два, мать его. Это лицо Лунтика, который просто залпом выхлестил 15 ведер с кофе. Реально. Да посмотрите. Какой-то он дерг. Ээээм... 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 Эээм... Кто-то... Кто-то... Кто-то оставил Мангл, а она теперь че-то... Че-то она свисает. Че-то хочет. Требует внимания к своей особе. Как-то очень по-жесткому. Я так понимаю, все, я проиграл. Мне, наверное, нельзя теперь туда идти. Нет, смотрите. А кого хрен тогда ты вылезла-то? Гусеницы нам сказали, что их чуть не схватил Лунтик Икс. Ах, мой злой брат. Боже, какая пидорская озвучка Лунтик Икс. Я прям подобрал. Лунтик, надо всех предупредить. Да, а то никто не готов. Два часа спустя. Пум-пум-пум-пум. Отлично, всех предупредили. А, это Лунтик. Отлично, всех предупредили. Так, надо убить Кузел. Стоп, он здесь. Надо идти ко мне домой. Я пойду к себе домой. А я к Лунтику. А, бежим! Э, Лунтик, нахрена тебе нож? Мне кажется, ты можешь просто ногами своими разрезать напополам. Серьезно, посмотрите на это. О, боже. Какая нехладкая. Эх, не удалось. Блин, как они угарно бегали, слушайте. Надо отметить, что я вот немножко подрезюмирую. Игра еще, конечно, не пройдена, но попробовать снова. Так, снова, снова бежим. Смотрите. В этой игре неплохой сценарий. Ну, как неплохой. Ну, относительно неплохой. Вспомните ранние Лунтики, в которые я играл. И тут довольно долго все это дело происходит. То есть, какой-то сюжет есть. Они о чем-то разговаривают друг с другом. О, все, тупик. О, слышь, Лунтик, пошли в кино засядем. Там что-то показывают, блокбастер какой-то. С твоим участием, по-моему. Отлично, успел. Не так быстро. Нихрена себе, он метнул нож. Попал, не попал. Эх, черт не поймал. Ладно, позже поймаю Милу. Скоро я уничтожу всех. Слушай, Лунтик, че ты такая сволочь, а? Он ушел. Че ты такая скотина, объясни мне? Че такой злобный? Это потому что у тебя круги черные под глазами. Так, используй какой-нибудь тональный крем. Что происходит? Лунтик. Лунтик, пожалуйста, не надо, Лунтик. Не надо, Лунтик. Ты что, собираешься вылезти через монитор? Мне тебя в игре хватает, чувак. Не надо. Ох, как страшно. О, обосраться вообще. Один час спу... О, господи. Ам... Ну и че? И че, Лунтик? И в чем прикол? Ты не в той плоскости, Лунтик. Ты че делаешь? Ты зачем спереди-то встал? Тебе сзади надо? Ты ж мастер подходить сзади, Лунтик. Ты забыл? Попробовать снова. Ох, Лунтик окоянный взял. Взял, да разрубал несчастную девочку, что у нее вот окисель изо всех щелей прет. Попробовать снова, окидывайте, попробуем. А ну-ка, сейчас, секунду. Да отвали, я хочу эти движения оценить потрясающие. Ты мешаешь мне. Лунтик, ты мешаешь мне насладиться этой гениальной анимацией. Оть, 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 оть. Четко и че-четко. Йоу, мазефак. Подождите, я может что-нибудь так... Может тут можно как-то в плоскости по вертикали, типа перемещаться там вверх-вниз. Да попробовать снова, я же нажимаю. Ну какого уже? А, да, точно, смотрите. Вот. То есть мы реально, мы можем вот так перемещаться вверх-вниз. Ну хорошо, а цель наша, я так понимаю, заключается... А цель наша, я так понимаю, заключается в том, чтобы прыгнуть там в какую-нибудь дырень, правильно? Или наоборот, не попасть в дырень, смотрите. Эээ, бревно, бревно помешало, гляньте, бревно помешало. Так, мы спускаемся. Сейчас будет дыра где-то впереди. Лунтик, кстати, во-во-во-во-во-во, вот спускаем, вот мимо нее проходим. Гусенички нам не мешают, абсолютно ничего не мешает. Слушайте, это челлендж. А, может, и ни хрена не челлендж, достаточно просто. Мила увидела пещеру и решила спрятаться там от Лунтика Икс. Тут я спрячусь. Ну, молодец. Быстрее, быстрее. Ох, Лунтик! Лунтик, как тебе не стыдно такие выражения? Где она? Да, я когда-нибудь поймаю всех. Пойду превращу гусениц в мою... О, скоро вам. Он уже злится, он уже зол попал. А че они такие медленные? Музончик такой вообще сурь... Сурьезный пошел! Это азнай... Ребят, помогите! Че вы встали? Вызовите милицию кто-нибудь! Пожалуйста, че уселся, придурок? Угомони своего братца конченого. Ау! Тебе говорят! Встал и угомонился. А ну, а че там? А! Понятно, понятно. Я думаю, что-то белое, может, думаю, не он. Он, он, по-прежнему он. Причем он, кстати, сейчас на этот раз бежит с той же скоростью, что и мы. Что это за место? Не знаю. Все, диалог закончился. Шикарно. Шикарно. Квентин Тарантино просто отсасывает. Мастер по написанию диалогов, автор этой игры. Окей. Ножик. Мы можем к нему прикоснуться? А вообще хороший вопрос. Че это за место такое? Понятно, что Лунтик за нами гоняется, но мало того, что он за нами гоняется, у него что тут? Какой-то есть местный филиал ада? Нет. Вот это вот выражение лица, оно четко сейчас олицетворяет все мое внутреннее состояние, когда я увидел Лунтик. Я так понимаю, что выбора у нас нет, да? Как бы я могу сколько угодно разворачиваться там. Но это ничего не даст, потому что нам надо... Нам надо подойти и обнять его, да? Вупсень и пупсень, станьте моими рабами. Нет. Ну тогда, выбор. Битва с вашими клонами или рабство. Битва. Ладно. Ваши клоны сильнее вас, настоящих. Битва будет в моем месте. В твоем мягком месте, в смысле, Лёш? Че это такое? Футбольный мяч написано. Вот это футбольный мяч? Башка его или что? Че делать? Удар. Удар. Я за кого вообще играю? Вот за них, да? А это злые эти. Удар. Так он не попадает, по-моему. Или попадает. Ну-ка, смотрите. 268. Получается, они стреляют в меня, а я бью их, да? У кого? Вот это что? Вот это... Чье? Чьи вот это показатели здоровья? А чьи вот это? Чьи вот это очки? А чьи вот это? Как это понять? Ну хорошо. Я просто буду сражаться до конца. Давайте. Так, где там футбольный мяч, да? Футбольным мячом тоже будем долбить иногда. Мне кажется, они победят, потому что они раньше меня начали стрелять. Я стоял и тупил. Ну, блин. Ребята, слушайте. Не время танцевать. Ваш пьяный гусеничный дабстеп. Нам нужно собраться. 72, 104. Смотрите. Это уже скоро кончится. Уж не знаю, в чью пользу. Потому что мне непонятно, чьи очки тут чьи. Но скоро кончится. Ноль. Ну, ноль там. Ну, ноль. Кто-то уже должен сдохнуть. А, я побеждаю. Смотрите. Видите, один остался. Есть. Есть. Скоро. Скоро он помрет. Скоро он у меня помрет. Давай. До свидания, чувак. Фу. Справились. Как вы их победили. Ох, придется вас отпустить. Но через три часа ловить всех буду. Ну, слушай. Какой говнюк. Озлобный. Ну, отпусти уже. А в это время. Слушайте, какой длинный сюжет у этой игры. Я просто в шоке. Я приятно удивлен. Потому что. А в это время. Старый гробовщик гусеница. Упарывается от наркотиков. Да? Я так понимаю. Как и все в этой игре, наверное. Не, ну серьезно. Что? Что это сейчас было? В общем, мы ползем. 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 Для того, чтобы, наверное, где-то что-то выкопать. Или где-то кого-то закопать. Потому что. Иначе. Нахрена нам нужна лопата? Господи. Дядя Корней. Время умирать. Блин, как брутально звучит эта фраза. Дядя Корней. Время умирать. Боже. А что мне? Нажать сюда, что ли? Ну, я понял. Время умирать. И что? Дядя Корней. Ты не хочешь ему лопатой по сраке по его лунтиковской врезать? А, он уже... Блин, я и не заметил. Тут, смотрите. Тут это так прорисовано. Я просто думал, что это контур его одежды. Это кровяка, короче. И... Ну, все. Дядя Корней. Время умирать. Я понял. А, ну так. Ну, окей. Хорошо. Где я? Где все? Где Лунтик? Кузя? Мила? Так, отлично. Один с лопатой. Другой с ведерком. Я не понимаю, тут что все? В песочнице какой-то играются или что? Какого хрена? Какая-то жуткая, упорная мелодия лунтиковского саундтрека играет. Ну, это, наверное, я так понимаю, Лунтик Икс, его любимый. Его любимый трек, наверное. Пчеленок, пчеленок, пришла твоя смерть к тебе в гости. Убить. А смерть это я, а гость это ты у меня. Господи, Лунтик Икс, ты просто Иосиф Бродский, мать твою. Какое стихосложение. Пришла твоя смерть к тебе в гости убить. Понимаете, это... Браво, это гениально, боже. Ох, как прекрасен ваш стих. Нет, полное говно, больше так не делай. Где мы? Спокойно, пойдем вперед. Шагом марш. Ну, пойдем. О, это старая добрая мелодия, Соник Икс, мать его. Я прям, прям вспоминается, прям жестко. Найтмер Бегининг. Так, ох, аж нахлынул. Сдохли муравьишки. Всех уб... Вот какой я злой опять. Шикарная рифма. Нет, это правда, это было шикарно. Это было очень круто. Нажимаем, да? Какого-то хрена ничего не работает. О, заработало. Кучу убийств спустя. Та-та-та-та-та-там. Пианинка такой должна... Я всех убил. Это круто. Ну, вот еще остался. Нет, пора тебе умереть. И так, да. А живут мои друзья или что он там сказал? Э! Андертейловская музыка пошла. Удар мечи. Ну, давай мечи. Мечами ему по башке. Мечами теперь. Удар. Удар. Хорошо. Слушайте, он нехило так здоровье-то у нас отнимает. Мне... Мне... Разнес, что ли, какой-то оружейный магазин. Откуда у тебя столько арсеналов? У него, кстати, лечения нет. Обратите внимание. То есть, это реально верняк. Это верняк. Причем, лечение, я так понимаю, оно лечит, наверное, полностью. Да? То есть, я могу даже пару-тройку раз вот так вот мечами-мечами. А в этом раз одно лечение использовать. И, в принципе, все. И все у меня восстановится до максимума. Ну, так это же классно. Смотрите. Да, это реально самая сложная, блин, битва. Мать его, за всю историю игровой индустрии. Когда-нибудь ты уже сдохнешь. Ты сдохнешь. Ты достал уже. Да сдохни ты уже. Расслабься. У тебя уже, вон, здоровье. Мы бесконечно лечимся тут. Видишь, вот у нас эта лекарница-кудесница. Я не знаю, как ее назвать. Она красавец просто. Она нам вообще жестко, жестко нам помогает. У тебя нет шансов, чувак. Мы бессмертные, считай. Мы никогда не умрем. Нам будет 90 лет. Она также будет нас и себя лечить. И будем жить до 110 тысяч миллионов лет. Поэтому все. До свидания, чувак. Вот сейчас он и помнит. Давайте Лунтик пусть нанесет ему финальный удар. Хэппи-энд. Мне нажать окей? Или подождать? Или может что-то еще? А это кто? Что это за непонятный сенсей такой гусеничный? Я его первый раз вообще вижу. Я сколько Лунтиков Икс переиграл. Вот этого чувака я вообще не помню. Вот этих всех я вижу, да. А хэппи-энд в чем заключается? Он всех поубивал. Типа они все воскресли, когда ты убил его? Это так в реальной жизни не работает вообще-то. То есть, если кто-то кого-то убил, то тот, кого он убил, не воскресает, когда убивают того, кто убил. Понимаешь? Это так не работает, Лунтик. Окей. Хэппи-энд. Дополнительно. А что тут дополнительно? Персонажи мини-игры. Нихрена себе, это еще не конец. Слушайте, это самая масштабная Лунтик Экс игра, которую я когда-либо видел. Ну-ка, давайте смотреть. А, персонажи и мини-игры. Господи. Персонажи. Понятно. Лунтик. И что с ними делать? Муравей, командир муравей. Вупсень, пупсень. Так, ясно. Окей. Окей, это очень увлекательно было. Мини-игры. Убеги от Лунтика Экс. Ну, мы это уже, в принципе, делали. Так, ну давайте. Эээ, бежим. Хе-хе, бежим. Хе-хе, господи. Такие, знаете, упоротые отбитые танцоры. Просто позвоните на них. С таким серьезным выражением лица. Ну-ка, давайте-ка теперь этим. Ууу, ребята, слушайте. А-а-а. А, он подбирается к моей пчелиной сраке. А ну, вы ему на голову там. Что у тебя там за дерьмо в бедре? Я не знаю, правда, что ты там такое тащишь, но надо с этим что-то делать, мне кажется. Давай в глаза ему прям плесни. У него глазки такие. А что он, кстати, по воздуху? Игра окончена. Подождите, еще раз. Еще раз, игра окончена. Надо не тормозить, ребята. Просто вот давлю изо всех сил клавишу стрелочкой вправо. Давайте вот, прямо сейчас вот. У нас получится, я верю. Так этот козел даже ногами не перебирает. Какого хрена он так не отстает от меня? По воздуху. По воздуху вот ходит эта сволочь, блин. Так, ой, ой-ой-ой-ой. Бежим, чувак, торопимся. Торопимся. Да, вы знаете, мини-игры, мини-игры четкие. Я, ну, это как бы только первая мини-игра, она из-за троих персонажей, но это четко. Она, вы знаете, мини-игра по геймплею прям не уступает основной игре совсем. Что ты тут встал, придурок? Не можешь ко мне ближе флажок пододвинуть, помочь? Победа, окей. Так, давайте. Пчеленок перелетает через цветы. Жми shift, чтобы... Блин, твою мать. Жми shift, чтобы подлететь. До тысячи надо... А как я там должен был? А, типа, через экран аж прям, да? Так, ну-ка. До тысячи надо дойти, он мне пишет. Ну, окей. Так, давайте попробуем. Ну, это, кстати, не очень-то и сложно. Смотрите, десятая часть уже пройдена. Управлять пчеленком достаточно. Э, обо что ты там, дебил, ударился-то, я понять. Еще раз, пчеленок перелетает, мать его, через сраные цветы. Давайте попробуем. Не, вы знаете, до тысячи это жестко, на самом деле. Это все намного жестче, чем даже было вот в той игре Hello Suns, когда я там пытался достать синий ключ. Ну, кто видел, тот понял. О чем я сейчас говорю? Блин. Блин, это, наверное, надолго будет. Слушайте, я реально могу не спр... А он ударяется? А, видите, он не ударяется. То есть можно реально спокойно через верх. Спокойненько через верх можно прыгать, и все будет нормально. Так, о, нормально, нормально. Замечательно. Вот так, вот так. Вот и славненько, пчеленок. Молодец, пчеленочек. Вот так, хорошо. Хорошо, превосходно. Два раза надо. Два раза вот так вот. Когда два раза делаешь, почему-то проще. Ну, только не когда оно внизу. Когда оно внизу, лучше один раз. Докуда я там дошел, интересно? А, не хочу смотреть. Не надо. Я буду отвлекаться. Лучше не смотреть. Лучше просто расслабиться. Стараться. Стараться расслабиться. Стараться сосредоточиться. И вообще не обращать внимания на счет. И тогда все будет, ну... Тип-топ будет все. Так, а ну, соберите мельнику за 20 секунд. Вау. Вау. Вот это просто топ. Это просто топ мини-игра, ребята. Так, я успеваю. 33 из 40. Победа. Тут я могу собой просто гордиться. Прям какой я... Какой я красавчик. Как я это сделал. Прям как мне это удалось. Вупсень, поставь мне памятник какой-нибудь своими гусеничными лапками. Воздвиг... Воздвигни мне его. Так, ну смотрите. Давайте еще пробуем. Еще пробуем. Я верю в себя. Нельзя так просто вот брать и сдаваться. Это же достаточно просто. Должно быть, по идее. Видите, как я легко дошел до 250. У меня уже опыт. Опыт нарабатывается потихоньку. Вот так вот... Ааа. Я представляю себе, какое у меня сейчас было дебильное выражение лица, блин. От страха аж перекосило, наверное, просто. Так, хорошо. Музычка такая еще, знаете. Такая расслабляющая. Но далеко не до расслабления тут надо отметить. Так. Перелетел. Перелетел. И через это говно перелетел. И через это говно перелетел. Слушай, а мы, может, чем полезным займемся? Почему мы перелетаем-то через цветы? Нам надо мед собирать, наверное. Наоборот, надо в цветы врезаться. Я не понимаю, где логика. Вы когда-то видели, чтобы пчелы собирали мед? Просто пролетаем ему цветов. Не садясь на них, не пытаясь их там всячески опылить или что-нибудь там. Да хрен знает, что они там делают. Или это другие опыляют, они собирают. Не важно. Важно то, что взаимодействия с цветами нет, а оно должно быть. Какого хрена его нет? Да блин, чем ты там, блин, башкой своей? Эй, тупой пчелиный, как ты задрал уже. Уже не представляю себе, сколько раз я перепрохожу это, блин. Свой пчелиный башкой, блин, безмозглый все задевает. Вот это под конец игра, конечно, решила. Решила заставить меня бомбануть. Слушайте, я лучше еще, может, землянику соберу, не знаю. Че это за дичь так? Почему пчелой быть так сложно в этом лунтиковском мире? Я не понимаю. Гусеницей быть вообще элементарно. Прошел, кликнул на все. А пчелой вы посмотрите. Да! Ты какой-то дебил, а! Идем на рекорд, ребята! 730, 740, 760. Давай! Давай! Сраный ты пчеленок! Я тебя прошу... А-а-а! Пидарас крылатый, блин. Я не могу, боже. Вы не представляете себе, сколько это уже длится. Все идет хорошо. Это легко. Но почему-то из-за одной какой-то дебильной ошибки в конце. Ну, ну, твою... Слушайте, вот такого говна я под конец просто не ожидал, что со мной будет происходить. Что у меня так будет бомбить. От лунтика икс! Вот это да! Этот лунтик икс, это... Эта мини-игра, это самое сложное, что было вообще во всем лунтике икс. Во всех лунтиках икс. А их было очень много, ребята. И такого я еще не видел, серьезно. Там даже внизу уже не было этого цветочка сраного. Ну, давай в этот раз уже, может, а? 440, 460. Смотри. Смотри, как у нас хорошо получается пчеленок. Не сбавляй темп, я умоляю тебя. Я умоляю тебя, пчеленок. Пожалуйста. Ой. Я думал, он там сверху заденет. Вот тут непонятно. А там сверху уж не видно, надо прикидывать приблизительно, как оно будет. А я не могу прикидывать, я понятия не имею. Блин, я что, сраный математик, геометр? Я сейчас буду сидеть... Ну, хотя я Декарт, так что... Ну, окей. Но все равно, что я сейчас буду сидеть, вымерять, сколько там расстояния. Блин, делать мне нечего. Давай, чтобы это все было легко. Я люблю, когда легко. Смотрите, 870, 890, ребята. Вот это 100 пудов рекорд. Так, 940, 960, 980. Есть! Победа, победа! Да, мы наконец-то долетели. Ой, боже, 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 боже. Окей, все, все, мы справились. Что тут еще? Хэппи-энд, рестарт, дополнительно, фан-мейт. Все, все, Лунтик, давай, пока. Все сделал, все твои мини-игры прошел, тебя уничтожил. Потом от тебя еще там три раза убежал. Все, иди в жопу. И особенно забери с собой этого сраного пчеленка туда, пожалуйста. И не вылезайте оттуда, чтобы я вас больше не видел. Не, если я серьезно, это, конечно, шутка. И, блин, вот таких вот игр про Лунтика Икс реально хотелось бы еще. Потому что тут было круто, тут и сюжет был. И мини-игры какие-то были. И, блин, и реально было смешно. Анимации персонажей были просто угарные. Я реально... Я продлил себе жизнь, наверное, на 10 лет вперед. Но, правда, потом еще точно так же убавил уровень жизни обратно. Потратив нервы на эту мини-игру. Но все равно оно того стоило. Сейчас я доволен. Знаете, это ощущение, когда ты прошел то, что тебе долго не удавалось. Оно приятное. В любом случае, давайте на этом заканчивать. Прощаемся с Лунтиком Икс. Надеюсь, не навсегда. Надеюсь, еще что-то подобное когда-нибудь кто-нибудь выпустит. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.